День на Думске День на Думске Да, это весной, поскольку уже тюльпанами обсажены склоны 10-й станции фонтана. И вы об этом тоже писали. Также речь идет вообще не только о тюльпанах. Речь идет о луковичных растениях и о луковичных первоцветах так называемых. Это мускарии, подснежники, крокусы и так далее. То есть целый ряд вот таких вот интересных, даже краснокнижных растений, которые высаживаются организацией отчаянной цветоводы, вичедушных квиткарей. Мы их поддерживаем, стараемся. Вот как раз Ольга Немытова на фото и Владимир Яценко, они организовались. И уже вот третий сезон вот так вот высаживают луковище. Это собственные инициативы, без поддержки или на просьбу о поддержке никто не отреагировал. Как это проходит все? Вы знаете, они молодцы. Они сначала организовали так называемый социальный огород, социальный цветник, когда просто люди, у которых есть возможность, есть земля, они договорились между собой, какие растения они высаживают у себя. И потом обменом, значит, формируют определенный набор этих растений. То есть одни одно выращивают, другие другое. Вот так они начинали свою деятельность, так были обсажены склоны и дельфина, и лонжерона, и отрады. В том числе просто там высаживались… То есть это исключительно гражданская инициатива? Да, это гражданская инициатива. Высаживались в основном мелкие, достаточно мелкие первоцветы, те, которые для того, чтобы увидеть, надо наклониться, посмотреть. То есть это мускарии и так далее. В дальнейшем они участвовали, приняли участие в тендере и выиграли его. Французы проводили, по-моему, этот тендер. И вот с такой инициативой выступили и выиграли. И уже сейчас масштабы более серьезные, поскольку в Голландии заказываются просто луковицы уже десятками тысяч. Поэтому сейчас действительно есть необходимость в том, чтобы привлекать как можно больше людей для вот такого вот приятного конструктивного времяпровождения. Потому что… Как их можно привлечь? Это призывы в Фейсбуке? Как это происходит? Да, есть группа «Отчаянные цветоводы», есть группа «Зеленый лист», мы постоянно дублируем. Вот сейчас поддержали это мероприятие. Еще две такие организации. Городская власть поддерживает. Волочный фронт. Наши вот такие радикальные ребята, они, вы знаете, любят еще очень сильно животных. Кошечек. Да, кошечек. И вот в том числе цветы сажать. И организация, те люди, которые высаживали деревья вот на этом участке, на 12-й станции фонтана, «Зеленый берег» на склонах… у них группа в Фейсбуке, на склонах Большого фонтана. И поскольку вот сейчас за этот день было высажено порядка 7 тысяч луковиц, вот, и подходы у каждого разные. Видите, кто-то такими специальными протычками высаживал луковицы, я лопатой, вот, и различные рисунки, в общем… Правильно ли мы понимаем, это самое время вот сажать? Или когда-то, может быть, летом или весной? Вот осенью сейчас самое время, да? Не будет ли холодно им? Ну, смотрите, во-первых, почему речь идет о луковичных растениях? Потому что они цветут раньше очень рано, и у них, скажем так, они достаточно выносливы к засушливому периоду, летний период достаточно засушлив. Это первоцветы, они начинают свисти тогда, когда еще трава не поднялась, тогда, когда очень хочется солнца, чего-то красивого, цветов и так далее. То есть те тюльпаны, которые закупаются в Голландии, в основном это дикие штаммы. То есть это те штаммы, которые максимально приближены к диким видам. В основном это на коротких ножках такие растения. Ну, в общем-то, имитация такого вот нативного вида. Очень красиво. Я еще в позапрошлом году фотографировался уже на такой вот поляне тюльпанов на склоне. Очень-очень здорово. Ну, действительно, посмотрим, как это будет потом выглядеть. В любом случае инициатива действительно хорошая. Еще одна тема, еще один пожар, еще раз в Одессе, такой прям огненный шлейф. И еще раз в Доме Руссова. Ну, в Доме Руссова, да, это уже серия практически пожаров. В связи с этим хочу проанонсировать голосование. Да, оно у нас уже работает. Звучит сегодня оно так. Пожар в Доме Руссова. Три варианта ответа. Намеренный поджог, случайность или халатность мэрии. Буквально весь день, ну, по крайней мере, еще не один раз об этом поговорим. Поэтому оставляйте ваш вариант. К концу вечера подведем итог голосования. У вас тоже, Владислав, спросит. Почему это произошло? Ваш вариант какой? Ну, я тут, понимаете, сейчас мы видим, что пошла целая череда вот таких вот пожаров. Однозначно, что все они укладываются в концепцию, ну, скажем так, передела, передела сфер влияния. И если мы возьмем, вспомним те пожары, которые были на склонах, на, я имею в виду, это и хуторок, на лонжероне и так далее, то дело в том, что вот дурная мысль, вот такое дурное зерно, да, оно когда кем-то проронилось, оно вот взрастает. И в том числе я не уверен, кстати, что в данном случае заинтересован был господин Тарпан, Инкоргрупп в этом поджоге. У него сейчас не та ситуация. Ну, почему? Реконструкцию, которую утвердили, она не совсем входит, скажем так, в его планы и намерения. Она не входит, но дело в том, что это уже слишком долгая история, и он сейчас не в той ситуации, чтобы вот такие активные действия, у него неприятности. И я думаю, что это скорее похоже на какие-то политические такие вот мотивы. Это как-то связано с приездом Михаила Саакашвили в Одессу? Я не знаю, связано ли это с Михаилом Саакашвили, или это связано с другими политиками из тех людей, кто хочет, скажем так, поучаствовать в дележке этого пирога, сладкого, одесского. И когда сейчас, в общем-то, ну что там говорить, кресло под господином Трухановым сейчас качается, и во что это выливается? Либо в большие суммы денег, либо в какие-то обещания, которые он вынужден потратить? Я не знаю, но раскачать и выбить из-под него, я думаю, желание есть у многих. Единственное, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы все-таки люди не страдали в этом во всем. Но, к счастью, не пострадали. Да, и, к счастью, не пострадали. И, к слову, я не склонен рассматривать события Виктории как поджог, поскольку здесь уж явно не прослеживается. Полиция не склонна, на самом деле никто не склонен. Да, просто такой уже абсолютно ужасный поступок, который явно никому из групп влияния явным образом не выгоден. Такие вещи просто так не делаются. А что касается... Ну, могли бы, давайте по-простому, люди, которые там жили, люди без определенного места жительства, у которых, тем не менее, там были коммуникации, свет и такое прочее, могли они стать причиной, ну, их, скажем, бытовое поведение, какая-то невнимательность, халатность стать причиной этого пожара? Ну, вы понимаете, мы же обсуждаем вероятностность событий. Сейчас, в принципе, это маловероятно. Почему? Потому что, если говорить о бомжах, то еще достаточно тепло. В подвале, в общем-то, температура, ну, абсолютно нормальная сейчас еще. То есть, порядка 20... То есть, необходимости в том, чтобы греться, обогреваться, нет. Скорее, такие вот возгорания можно ожидать от бомжей, когда резко холодает, когда начинаются минусовые температуры, вот тогда. Сейчас... То есть, все-таки это умышленное действие? Что касается дома Руссова, да, я думаю, что это поджог однозначно. Да, ну, к слову, на месте событий были наши корреспонденты, и у нас есть материал, как это было. Давайте посмотрим этот небольшой материал и продолжим. Покажите, пожалуйста. В субботу около пяти часов вечера снова загорелся дом Руссова. Из окона дверей валили клубы черного дыма. На место оперативно приехали пожарные. Здание тушили 62 спасателя с помощью 12 единиц техники. Из здания эвакуировали двоих бездомных. По словам бомжей, они обитали там достаточно долгое время. Минимум четыре человека. Живущая рядом Анна Богдалья рассказывает. Несколько раз обращала на это внимание правоохранителей. Славик один мой знакомый мог запалить его и все. Что, костер запалить пришло? Да, костер. Для чего? Вы готовили на костыль? Нет, у меня была плитка, ну, у меня плитка была, ну, спиралевая. Я себе провел проводку, да, именно провел проводку и живу там вот в этом здании. Я там живу на третьем этаже, на втором, без разницы. Здесь жили бомжи. Я уже их подала на блюдечке. Что, в городском бюджете много денег для вот этого вот и нет на одного охранника, который бы не допустил. Забор вокруг дома Руссова неоднократно ломали, а установленная система видеонаблюдения вышла из строя. Само здание находится в коммунальной собственности, а большинство квартир принадлежит бизнесмену Руслану Тарпану. Он планировал провести реконструкцию с надстройкой нескольких этажей. Однако разрешительные документы на это так и не получил. Из-за того, что частник и городские власти уже 11 лет не могут найти общий язык, одно из красивейших зданий города в полном запустении. Но та юридическая коллизия, которая есть, когда квартиры, большая часть квартир принадлежит одним лицам, которые хотят его реконструировать, но этот проект не согласовывается, и проект вызывает большие вопросы у общественности и у городских властей, приводит к тому, что это здание только стоит, ухудшается, ухудшается, ухудшается. В ближайшее время Алексей Гончаренко намерен озвучить ситуацию с домом Руссова в Верховной Раде. Это поможет решить проблемы многострадального памятника архитектуры. Надеется нардеп. Дом Руссова пережил десяток пожаров. Первый, самый крупный, случился в 2006-м. На этот раз возгорание произошло, скорее всего, в подвале. Дом Руссова должны были законсервировать. А совсем недавно мэрия заявила о реконструкции. В здании хотели разместить гостиницу и другие нежилые помещения без увеличения этажности. Алия Замчинская, Евгений Войтенко, Думская ТВ. Ну вот правда, по сути, могла бы ситуация поменяться, если бы там дежурил постоянно человек, либо представитель муниципальной охраны, либо какой другой представитель охраны и контролировал происходящее. Конечно. А вот здесь уже конкретно надо говорить о том, что... Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, чем занимается муниципальная охрана и зачем эта структура нужна нам, по сути. Ну, смотрите, сейчас уже мэр говорит, поставим охрану. Надо было, чтобы сгорело вот еще раз. Ну, конечно. Сейчас он уже будет говорить все, что угодно. На самом деле, таких объектов достаточно много. И мы понимаем, что стоимость, ну, скажем так, самого здания, она ничтожна по сравнению со стоимостью земли. Я имею в виду, ну, физическая стоимость, то, за что можно продать. Вот. Другое дело то, что это культурное наследие и для одесситов, и для города в целом. И памятник архитектуры, конечно же. Имеет громадную стоимость, фактически бесценное это здание. Но для этого необходимо соответствующее отношение городских структур, в том числе охране, управление городского по охране памятников и так далее. А скажите, вот действительно, почему не было охраны? Все прекрасно понимали, что там живут люди, которым больше жить негде, и что они могут, ну, по-всякому распоряжаться тем, что там осталось от здания. Ну, я видел более того, что двор этого здания превращен просто в склад каких-то строительных материалов, вероятно, инкор-групп, вероятно, господином Тарпаном. И там действительно очень большое количество горючих материалов. То есть, если говорить о том, что часть этого здания или там все здание и так далее принадлежит городу, ну, конечно же, необходимо соблюдать технику пожарной безопасности в том числе. Потому что вот когда здание вот так просто огорожено заборами и никому, ну, не нужно, скажем так, есть другой объект, такой же, ну, фактически такой же ценный. Он уже много лет, я имею в виду дом Фокса или Фукса, который находится прямо напротив здания мэрии. Этот объект также принадлежит уже коммерческой структуре, этот объект также является памятником архитектуры. Он завешан себе баннерами и не горит, и с ним все в порядке, потому что там нет спора, там просто собственник ждет, когда этот дом рухнет. И никому до этого, по сути, дела нет. Учитывая вашу версию о том, что это пожар, и учитывая, что есть действительно поджог, есть версия, ну, не версия, это и так очевидно, да, что есть спор между мэрией, между бизнесменом, которому, по сути, принадлежат вот внутренность этого здания, начинка, что называется, кому все-таки выгодно, чтобы поджигать это здание, чтобы оно горило? Ну, если мы проанализируем историю, да, и посмотрим, там же очень большая история у этого несчастного здания. Еще в 2002 году жило, по-моему, 56 человек в этом здании. И первые пожары, которые были такие серьезные пожары, это в 2009 году, да, это тот пожар, который фактически разрушил внутренние перекрытия и так далее, то есть уничтожил квартиры фактически. Он ведь произошел непосредственно после того, как были изменены условия, которые были до этого даны предприятию Торпана на реконструкцию этого здания. Буквально через два дня после отмены городом этих решений загорелось здание. То есть там очевидно, что было заинтересована эта компания Торпана, господина. В дальнейшем, опять же, эти поджоги происходили, ну, они как-то были приурочены к тем или иным событиям, по сути, спора. И очевидно, что также в этом был заинтересован господин Торпан. Сейчас, когда в целом ситуация в городе, ну, достаточно напряженная, и когда политические манипуляции, ну, имеют место быть. Вот я считаю, что это одно из таких событий, но в данном случае со стороны города, я не знаю, но Геннадий Леонидович должен там охрану просто выставить вокруг. Потому что, ну, ему крайне невыгодно, чтобы сейчас что-то такое происходило. Это точно. Крайне невыгодно. Да, спасибо вам большое. Действительно, болевая точка на карте нашего города. Продолжим обсуждать эту тему. Сейчас вам говорим спасибо. Владислав Болинский, гражданский активист. Прерываемся на новости. Позже вернемся и продолжим работать. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова